Так сейчас выглядит здание бывшей взрослой поликлиники на Нижней террасе. Помещение давно признано аварийным. Пациентов принимают в старом корпусе бывшего профилактория машин строительного завода. Люди жалуются, здание непригодное для оказания медицинских услуг. И жители Нижней террасы услышали. Наши жители, когда услышали, что будут строить новые здания, были очень рады. Здание здесь нужно. Здесь у нас основное население – это ветераны войны, труда, правоохранительных органов. Это долгожители. Строительство новой взрослой поликлиники обсудили на встрече представителей Министерства здравоохранения Ульяновской области и губернатора Сергея Морозова. Здесь будет 317 помещений, разные блоки по назначению. Соответственно, здесь и инфекционный блок врача, и выездные бригады, и административные, и вестибюльные группы. То есть все, что необходимо для деятельности этого учреждения. Новое здание возведут на месте старого, на проезде заводском. Реконструкция аварийного помещения начнется уже в этом году. А возведение новой больницы планируется в 2021-м. На сегодняшний день заложены средства регионального бюджета в размере 7 миллионов рублей на разработку проекта сметной документации. Соответственно, после разработки планируется строительство новой поликлиники на 175 посещений в смену на месте, имеющих старых зданий. То есть их необходимо будет снести, дабы не представляли угрозу жизни населению, особенно детей, которые играют на аварийных зданиях. То есть на этом месте строительство новой поликлиники. В прошлом году, благодаря нацпроекту здравоохранения, в регионе возвели 5 новых модульных ФАПов, отремонтировали другие медицинские учреждения. В планах на 2020-й создание в Ульяновской области еще 15 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики. Маргарита Мутишинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73.